как использовать энергию стресса ну во первых прежде чем относиться к этому серьезно и внимательно потому что сейчас новый век очень много стресса очень много давления которые происходят на наш мозг прежде чем относиться к этому внимательно было бы лучше если вы посмотрели кто я такой там сайт стрессу и хосей ро когда вы увидите с кем вы разговариваете вам будет проще понимать все что я скажу дальше век стресса век стресса вот и каждый раз у человека возникает стрессы по вскому поводу ну например ты не доспал тебе позвонили что-то сказали а ты был настроен на одно тебе сказали другое или ты там проект какой-то делаешь а там твой партнер пропал или там куда-то уехал или заболел и ты не знаешь как быть и у тебя возникает опять стресс и стресс может быть по всякому поводу и от перегрузка информации от того что ты не знаешь какое принять решение времени нет а тебе надо срочно это сделать время сжимается но стресс может быть по любому разному поводу и особенно по тому поводу что ты не знаешь чем заняться в данный момент времени чтобы твое занятие было тебе в кайф и при этом оно тебе приносило пользу а при этом оно еще тебе и деньги приносило чтобы как-то жить но стресс вообще кругом и вот новый образ жизни использование энергии стресса заключается в том что во первых ты должен пройти разгрузку с перезагрузкой по определенной технологии которые я там показываю на вебинарах я это показываю и мы это репетируем тренируем вырабатываем новые навыки новое отношение к стрессу что когда возникает стресс и сразу вспоминаешь как его трансформировать свои новые достижения как старт площадку получается такая стресс-площадка да а не застреваешь в этом стрессе не зависаешь не зацикливаешься как обычно бывает а вот так вот чтобы стресс возник вот например пришел ко мне сегодня человек я был настроен на одно он мне начал сразу говорить другое 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 никак я не могу слушать но успокойся и у меня начинается взрыв мозга да к примеру и у совпадает не совпадает там что-то не согласованно нет резонанса нет вот этого общения которое называется такой неконкурентное позитивное общение или еще можно это назвать с энергетическим взаимодействием приносящим общий результат вот нет допустим опять взрыв мозга и вот допустим у меня взрыв мозга у тебя взрыв как это использовать для новых достижений поэтому и надо поэтому надо и так последовательность действий первое посмотрите сайт стресс . су и сайт хасай . ру тогда вы поймете и там во первых стрессу когда вы смотрите я вам алгоритм показываю стрессу когда смотрите там есть на главной странице кроме того что там я с космонавтом николаевым там еще что то еще там есть квадратики когда вы нажимаете на эти квадратики там открывается видео материалы там открывается документы важные да и так потом читаете текст на главной странице и потом опять квадратики и вы нажимаете на эти квадратики там открывается опять видео материалы там и актеры и космонавты и спортсмены и олимпийские чемпионы и так далее так далее так далее и марс 500 и вы все это смотрите потом вы начинаете понимать кто с вами сейчас общается начинаете относиться к его словам серьезнее но такова психология восприятие потому что мне часто там пишут а как вы относитесь вот к такой-то методики или там зарубежная статья появилась журнале как вы к этому относитесь но очень много людей которые меня просто не знают и они поэтому ну господи вот но они мне дают такие вопросы задают которые у меня занимают все время но просто посмотрите на сайт с кем вы разговариваете вы тогда поймете второе это алгоритм я вам рассказываю второе обязательно надо пройти разгрузку и перезагрузку у нас на вебинаре в школе человек будущего хомофутурс почему это важно потому что понимать это одно а чувствовать как это делать это другое и вот для того чтобы теория стала практикой чтобы у вас возникло новое жизненное качество чтобы у вас возник новый образ жизни образ жизни когда вы в каждый следующий момент получая стресс можете его легко переводить свои новые достижения это новый образ жизни вы там увидите это и философия человек творец это и то что такое стресс в новых определениях и вы поймете что стресс это сила это могучая сила необыкновенная постоянно возобновляемые источник энергии это та батарея которая внутри вас который я вам покажу как его правильно использовать чтобы он не разрушал а чтобы помогал вам созидать вот и тогда вы становитесь нужным самому себе и друг другу помогаете себе и всем своим близким это есть помощь ближнему наше сложное время итак друзья открывайте сайт